Сегодня вы узнаете, какие российские акции можно купить и держать всю оставшуюся жизнь. В моей подборке будут компании из различных секторов российской экономики, из которых можно собрать полноценный концентрированный портфель. Я подберу самые надежные бумаги, которые, как вино, через годы будут только лучше и обеспечат своим инвесторам безбедную старость. Более двух лет назад, 8 марта 2021 года, я уже делал подобный ролик по американским акциям. И давайте посмотрим, как себя чувствует прогноз. С тех пор американский рынок вырос на 8,3%. При этом Microsoft опередил рынок, вырос на 25,8%. PepsiCo еще более опередил рынок, на 39% бумаги выросли. Johnson & Johnson проиграл рынку несколько процентов. Disney существенно проиграл, минус 50%. При этом я считаю, что Disney еще себя покажет в будущем. А Berkshire Hathaway также опередил рынок и вырос на 24%. Спустя два года от этого списка я не отказываюсь и, наверное, только добавил бы сюда еще одну бумагу. Это Apple. Но теперь возвращаемся в Россию. И первая компания, которую можно купить на всю оставшуюся жизнь, это Polus. Компания занимается добычей золота, а люди ценят золото уже более 3000 лет. Я уверен, что и в будущем оно никуда от нас не денется. Проходят годы и тысячелетия, независимо от социальных, политических и финансовых обстоятельств в мире, золото никогда не теряет своей ценности. При составлении инвестиционных портфелей глобально используются три класса активов. Это акции, облигации и реальные активы. И золото относится как раз таки к реальным активам и очень часто присутствует в инвестиционных портфелях. Чем же уникален наш Polus? Прежде всего, своей крупнейшей ресурсной базой в мире. На конец 2020 года запасы Polus оценятся 104 миллиона унций. Компания опережает и Newmont, и Baric, и, кстати, и Polymetal, наш 28 миллион унций. Все благодаря месторождению Сухой Лог. Это крупнейшее месторождение золота в России и одно из крупнейших в мире. Вероятный запас составляет 40 миллионов унций. В год можно добывать 2,3 миллиона унций. Также месторождение отличается низкой себестоимостью производства золота. Кстати, по этому показателю компания занимает первое место в мире. То есть, имеет самую низкую себестоимость производства золота. У золотодобытчиков есть определенный показатель. У Polus он составляет 981 доллар. При этом в отрасли цифры гораздо больше. 1400 долларов. Вот смотрите. Вот такая себестоимость по годам у Polus. А синие столбцы это себестоимость в отрасли в среднем. Отсюда мы имеем потрясающий показатель рентабельности по EBITDA. В 2022 году это 61%. К этому показателю мы еще несколько раз будем возвращаться в ходе ролика. Поэтому небольшое пояснение. Рентабельность по EBITDA показывает процент от выручки, сохраняемой компанией, до уплаты налогов процентов по кредитам и амортизации. Чем выше рентабельность EBITDA, тем ниже ее операционные расходы по отношению к общей выручке и выше эффективность компании. По-простому, чем выше значение EBITDA, тем лучше. Также с 2017 года Polus распределяет дивиденды. Дивидендная доходность не самая высокая, но Polus считается растущей компанией, потому что в будущем она будет разрабатывать свое месторождение сухой лог. Также ожидаются прогнозные дивиденды за второе полгодие 2022 года. Это 403 рубля на акцию, текущая дивидендная доходность около 4%. Когда мировая экономика испытывает трудности, инвесторы бегут в защитные активы. И золото считается одним из таких активов. И как раз сейчас мы находимся на исторических максимумах по мировой цене золота. Унция стоит больше 2000 долларов. При этом инвестировать в золото можно не только через покупку золотодобытчиков, а, например, можно и через облигации. Недавно Селегдар выпустил свои золотые облигации, крайне интересный инструмент для современного частного инвестора в России. Наш друг Кирилл, автор канала Захаров Инвест, полностью разобрал эти облигации Селегдара и вынес свое экспертное решение. А он на самом деле эксперт по облигациям, риск-менеджер в банке, руководит оценкой риска и портфеля облигаций в размере 200 миллиардов рублей. В том числе он еще и выпускник топ-университета США по направлению финансовой математики. То есть профессионал, который будет вашим проводником в мире облигаций. Обязательно переходите по ссылке, смотрите ролик и передавайте привет от меня Кириллу. Двигаемся дальше, Новотек. Я уже несколько раз показывал вам этот слайд, это доля СПГ в мировом экспорте газа. Если в 2018 году у нас преобладал трубопроводный газ, то к 40-ому будет преобладать сжиженный природный газ. В 2022 году спрос на сжиженный природный газ вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил этот спрос около 400 миллионов тонн. Британско-нидерландская Shell считает, что согласно отраслевым прогнозам в 2040 году спрос на СПГ достигнет 650 или 700 миллионов тонн в год. Чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020 годов, необходимы дополнительные инвестиции в проекты по сжижению газа, подчеркивает Shell. На этом слайде вы видите прогноз по глобальному спросу на СПГ. Вот этот прогноз от 700 до 650 миллионов тонн. Красным – это текущие мощности СПГ, а желтым – это те мощности, которые будут вводиться на данный момент. То есть вы видите, какой разрыв. На данный момент прогнозируется дефицит. Давайте посмотрим на расстановку сил на этом рынке. Итак, топ-экспортеры – это Австралия, Катар и США. Причем США в 2023 году займет уже первое место. Мы на четвертом месте. Наш объем больше 30 миллионов тонн в год. Теперь посмотрим на главных импортеров в 2022 году. На первом месте это Европа. Вот какой прирост был именно в 2022 году на фоне проблем энергетических в Европе. Далее это Япония. Здесь потребность около 70 миллионов тонн. Китай. Китай будет расти в будущем. И Южная Корея. Причем прогнозируется, что Европа и Китай будут конкурировать между собой за ограниченные возможности поставок СПГ. По идее, этот процесс должен привести к тому, что цены на СПГ вырастут. Если говорить конкретно о Новотеке, то в 2022 году компания увеличила свою долю на рынке СПГ до 5,4%. В России работает два крупнотоннажных СПГ-завода. Это Ямал СПГ Новотека и Сахалин 2 Газпрома. Кстати, чуть позже я расскажу вам, что Новотек теперь будет участвовать в этом проекте. Также в России 17 малотоннажных СПГ-заводов и среднетоннажный завод Криогаз Высоск. Это совместное предприятие Новотека и Газпромбанка. Какие же планы на будущее у Новотека? Давайте пройдемся по самой свежей информации. Итак, на деловом форуме Арктика-регионы директор по морским операциям Новотека Евгений Амбросов заявил, что к 2026 году, когда полностью ведут проект Арктик-СПГ-2, то есть все три линии, общий объем поставок составит 43 миллиона тонн в год по Северному морскому пути. На восток, то есть в Азию, будет поставляться около 20 миллионов тонн, а на запад будет отправляться около 23 миллионов тонн. В восточном секторе доставку грузов на экспорт будет осуществлять 15 газовозов. Но на этом слайде более ранняя презентация компаний, которая к 2030 году планировала выйти почти на 70 миллионов тонн в год производства СПГ. Внизу вот эта временная шкала, и мы сейчас находимся с вами вот здесь, то есть будет вводиться в конце этого года первая линия проекта Арктик-СПГ-2, мощностью более 6 миллионов тонн. В 2024 году вторая линия, и в 2026 году третья линия проекта. Вот тогда-то объем и составит 43 миллиона тонн в год. Но совсем недавно для долгосрочных инвесторов в Новотеке пришла отличная новость. Компания выкупит долю Shell в проекте Сахалин-2 Газпрома. Напомню вам, что это один из двух крупнотоннажных проектов в России. В 2022 году производство СПГ превысило план и составило 1,5 миллиона тонн. То есть мы понимаем, что Новотек получает долю более чем в 3 миллиона тонн СПГ в год. При этом он заплатил за нее всего лишь около 100 миллиардов рублей, при том, что некоторые аналитики оценивают эту долю в 300 миллиардов рублей. То есть существенным дисконтом. Новотек, как и Полюс, супер прибыльная компания. Посмотрите на рентабельность EBITDA. В 2021 году она составила 65%. Как вы уже поняли, Новотек это растущий бизнес, который при этом распределяет дивиденды. И посмотрите, дивидендная доходность из года в год у Новотека растет. Также мы имеем объявленные дивиденды за второе полугодие 2022 года. Это 60 рублей на акцию, доходность около 5%. Новотек даже в сложном 2022 году не прекратил выплаты. Ну а всех тех, кого интересует качественная аналитика по российским компаниям, я приглашаю в нашу группу Telegram, которая называется Путь инвестора. Там мы публикуем карточки компании. Кстати, совсем недавно исполнился наш прогноз по Новотеку от 12 декабря 2022 года. Тогда мы указывали справедливую стоимость 1280 рублей с потенциалом роста 23% и дивидендной доходностью около 10%. Прогноз полностью реализован. В наших карточках мы указываем динамику выручки и прибыли, по годам ставим оценку. Также мы оценим эффективную долговую нагрузку, справедливую стоимость, историческую дивидендную доходность, прогнозную дивидендную доходность, вероятность выплаты. Ставим итоговую оценку и указываем риски инвестирования. Также совсем недавно реализован прогноз по DWMP и по Белуге. Ну а любители технического анализа и те, кто предпочитает короткие сделки, я приглашаю в мою группу по техническому анализу, которая называется Путь трейдера. Там недавно я опубликовал, что в Нурнителе произошло крайне интересное событие. Это золотое пересечение, когда 50-дневная пробивает 200-дневную снизу вверх. Это вот этим крестиком на графике отображается. Это очень сильный сигнал на рост. Кстати, на следующий день акции ГМК выросли на 2%. Ну и конечно я не могу вас не пригласить в нашу новостную группу, которая называется Российские акции. Там мы выкладываем дивидендный календарь. Очень актуально, потому что впереди дивидендный сезон. Здесь все подробности. Дивидендная доходность, когда надо купить акцию, то есть полное расписание. Также мы выкладываем расписание всех отчетов по компании ежедневно. Индекс страха и жадности и лидеры роста и падения. Эта группа будет полезна всем, тем, кто инвестирует и торгует на российском рынке. Все ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь. Следующая компания Норникель. Это номер один компания по производству Палладия. Палладия у нас используется в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания для снижения выбросов СО2. Также номер один по производству высокосортного никеля. Высокосортный никель у нас используется в аккумуляторных батареях. Обычный никель в строительстве. Также Норникель номер четыре по производству Платины. Номер пять по производству Родия. И номер двенадцать в мире по добыче меди. Основные металлы для Норникеля. Это, конечно же, никель. Доля в общей выручке в первом полугодии 2022 года 28%. Медь 23%, Палладий 33%, ну и Платина символически 3%. То есть мы понимаем, что медь, никель и Палладий это три самых главных металла, которые определяют выручку компании. Быстро отметим самые важные показатели 2022 года финансовые. Кстати, надо обязательно отметить, что Норникель до сих пор полностью отчитывается. И вот такие презентации нам показывают. За это огромный респект. Итак, выручка 17 миллиардов долларов в 2022 году снизилась на 5%. Ебеда 8,7% снижения на 17%. Маржинальность Ебеды 52%. То есть мы понимаем, что и Норникель суперприбыльная компания. Очень сильно на 55% выросли капитальные затраты. Но для долгосрочного инвестора это плюс, потому что происходит модернизация производства. В два раза выросло соотношение чистого долга к Ебеда, но оно до сих пор очень комфортное. 1,1%. В последнем отчете Норникель опубликовал долгосрочный прогноз по металлам. Итак, по никелю он ожидает, что будет дефицит в мире. По меди также дефицит. По палладию профицит. То есть, соответственно, доходы, наверное, по палладию, по идее, должны будут в будущем снизиться. И по платине также дефицит. Если говорить о потреблении, то в год потребление никеля будет расти на 7%, меди на 3%, палладия на 1%, платины на 2%. Также совсем недавно пришла отличная новость, что совместно предприятие Норникеля и госкорпорации Росатом, полярный литий, получило право воспользоваться крупнейшим в России месторождением лития. Объясняю, почему это так важно. В будущем электроавтомобили должны заменить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, на которых сейчас зарабатывает компания. Эти электроавтомобили будут оснащаться аккумуляторами. Эти аккумуляторы будут либо на основе никеля, либо на основе лития. То есть, соответственно, никель в портфеле у Норникеля есть, а вот лития нет. Именно поэтому эта новость очень важна. Но теперь итоговое объяснение по всем металлам. Итак, у нас три самых важных металла. Никель, медь и палладий. Палладий у нас это автомобили с двигателем внутреннего сгорания, выпуск которых постепенно будет снижаться. При этом автомобили электрические, где в аккумуляторных батареях будет использоваться высокосортный никель, по которому у нас Норникель лидер, будет наоборот расти. Соответственно, сюда еще осторожно добавим надежды, то что литий появится в портфеле у компании и подстрахует, так сказать, никель. Что касается меди, то это определенно металл будущего. То есть, что в итоге мы имеем? Палладий у нас превращается как будто бы в металл прошлого. Он закрывает эру автомобилей с двигателя внутреннего сгорания, но они все еще будут производиться и очень долгое время. И дальше у нас два металла будущего. Это медь и никель, которые будут открывать новую эру электрических автомобилей. Если мы посмотрим на исторические данные по дивидендам Норникеля, то компания обеспечила достаточно существенную годовую доходность для своих акционеров. Но прогнозные дивиденды за 2022 год, они существенно ниже предыдущих лет за счет очень высоких капитальных затрат. Прогнозные дивиденды доходность за 2022 год менее 4%. Во многом из-за потенциального снижения дивидендной доходности, акции компании оказались под давлением. Но для долгосрочного инвестора это не страшно, потому что пик капитальных затрат приходится как раз таки на 2023 год. А дальше он будет снижаться и возможность повышать дивиденды у компании, конечно же, будет. Сбер. В финансовом секторе этой компании нет равных. Это гигант. Компания, кстати, также является бенефициаром ухода зарубежных банковских структур из России. Компания показала свою невероятную устойчивость, потому что санкции больше всего ударили на российский финансовый сектор. Но в 2022 году компания даже оказалась прибыльной. Если мы говорим о 2023 году, то в январе Сбер показал прибыль 110 миллиардов, в феврале 114, а в марте 125 миллиардов. И это гораздо лучше рекордного 2021 года, когда удалось заработать более 1,2 триллиона чистой прибыли. Чем мне нравится Сбер и почему эта компания занимает большую часть моего портфеля, это то, что я считаю, что Сбер это не просто банк, а это еще и технологическая компания. Из ранних презентаций известно, что к 2030 году компания хотела иметь долю в нефинансовом бизнесе порядка 30% в доле своей выручки. Какие же ключевые нефинансовые направления компания хотела развивать? Это электронная коммерция, развлечение, здравоохранение, образование, облачные технологии и кибербез. Конечно, после того, как на компанию были введены такие чудовищные силы санкции, эта стратегия может быть пересмотрена. Но я думаю, что в любом случае Сбербанк будет стремиться к тому, чтобы увеличить долю нефинансового бизнеса. В целом можно резюмировать, что ставка на Сбер это ставка на экономическое развитие всей страны. Если мы посмотрим на исторические данные по дивидендам Сбера, то за последние годы дивидендная доходность компании существенно увеличилась. А за 2022 год мы вообще получим рекордные дивиденды 25 рублей на акцию. В текущей цене доходность составляет 1,3%, существенно превышая доходность облигаций ОФЗ. Друзья, вы же знаете, что мне нужна ваша поддержка, поэтому поставьте лайк этому ролику и напишите любой какой угодно комментарий. Если ничего не приходит в голову, напишите просто мой любимый комментарий, лучший. Ну и по уже доброй традиции, наш друг Марк, автор канала Трейдер в очках, проанализировал все компании в сегодняшнем обзоре по техническому анализу. Разбор будет годовых и месячных свечей, то есть на долгосрок. Поэтому обязательно посмотрите этот ролик, будет очень интересно. И передавайте также Марку от меня привет в комментариях. Ну и последняя компания в подборке, но не последняя по важности, это Яннекс. Я считаю, что без технологической компании в подборке просто нельзя было обойтись, если мы говорим об акциях на всю жизнь. Я вижу, как цифровизация проникает во все сферы нашей жизни, даже в традиционные, и это невозможно не заметить. Но что касается Яндекса, это технологический лидер России, а по многим параметрам он даже лучше в мире. Смотрите, как растет выручка Яндекса в 2022 году, 46%, в 2021, 63%, в 2020, в 2019, 37% и в 2018, 36%. Дальше я вам еще расскажу, как при таких темпах компания оценивается. Забегая вперед, скажу, что дешево. У Яндекса отличный диверсифицированный бизнес. Большую часть выручки приносит поиск и портал. Далее, райтех, это такси, драйв и самокаты, и отделение e-commerce. Но есть и другие быстрорастущие сегменты. Еще пару слов о диверсификации. Яндекс занимается всем и поиском, и рекламой, и картами, и райтехом, футтехом, электронной коммерцией, облаками, медиасервисами, беспилотниками и финтехом. Даже у Гугла нет, например, футтеха, а у Амазона нет карт, нет райтех и нет поиска. При этом на данный момент Яндекс оценивается очень дешево, особенно для таких темпов роста. Средний годовой рост за последние 5 лет у Яндекса это 41%. При этом Яндекс оценивается в 14,7 годовых прибыли. Также за 1 рубль актива вы платите 2 рубля. И компания также оценивается в 1,35 годовых выручки. Всего. Посмотрите на конкурентов из американского технологического сектора, например, компанию AMD. Она за последние 5 лет растет на 35%, при этом оценивается в 103 годовые прибыли или, например, в 6 годовых выручки. А за 1 рубль, точнее за 1 доллар актива вы платите 2 доллара 71 цент. Возьмем еще одну техническую компанию, Trade Desk. Она занимается продвижением рекламы. Темпы роста меньше, чем у Яндекса. Не намного, но все же. 645 годовых прибыли, 18 годовых выручки. За 1 доллар активов платите 14. Обратите внимание, что большинство компаний, которые растут такими темпами, все еще убыточны, а Яндекс прибыльный. При этом я, конечно же, понимаю, что сравнивать американские технические компании с Яндексом это некорректно, но тем не менее. Но почему же Яндекс такой дешевый? Ну, конечно же, это не просто так. Дело в том, что впереди будет разделение компаний, и никто не знает, как это разделение произойдет. Это неопределенность и давит на котировки. И, конечно же, сейчас все-таки стоит подождать, чем все это закончится. Друзья, сегодня я хотел рассказать и о других компаниях, но просто ролик получается уж очень длинным. Поэтому давайте сделаем так. Если мы наберем 5000 лайков, то я сделаю продолжение сегодняшнего ролика. Ну, а вы в комментариях обязательно напишите, какие вы считаете российские акции можно купить на всю жизнь. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну, и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен.